Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Битова, коротко о главных событиях дня. Ободранные парты, запах краски и многое другое. В Алматинской области школьники жалуются на условия обучения. В ситуации разбирался Рустам Раубаев. Нападают и кусают. Бродячие собаки держат в страхе жители Атырау. Решается ли вопрос отловом четвероногих? Сотрудницу Казахтелеком обвиняют в многомиллионных хищениях. В прокуратуре Алматы рассказали детали коррупционного дела. Недоделанные ТЭЦы, незамененные трубы. Почему к зиме готовы не во всех областях? Расскажу я Далина Сипова. Отмена транспортного налога и рост цен на ГСМ. Министр нацэкономики ответил на актуальные вопросы журналистов. Подробности через несколько минут. Запах краски, ободранные парты и прогнившие полы. Школьники в Алматинской области вынуждены учиться в плохих условиях. От запаха сырости и краски у учащихся болит голова. И это далеко не все проблемы в школе села Жанат-Румыс. Рустам Ралбаев побывал в многострадальной обители знаний. Здесь обучаются ученики начальных классов. Вот так выглядит для них современное образование. Ободранные острые края парты стульев заклеили чем получилось. Часть спортивного инвентаря покрылась вековой пылью. На потолок спортзала страшно посмотреть. Не ровен час, как с него что-то может упасть прямо на головы детишек. А сломанное ограждение с острыми обломками грозит серьезными травмами. Дети учатся за такими партами. Это ужас. Я давно поднимаю эту проблему. С тех пор уже пять директоров сменилось. Некоторые из них даже пытались заставить меня замолчать. Но я переживаю за детей. Мы давно просим обновить нам оснащение кабинетов. Да и школе нужен капитальный ремонт. 20 лет не делали. Но результата никакого мы не добились. Моя внучка учится здесь уже три года. Когда в школе просят сдать деньги на что-нибудь, мы всегда это делаем. А что толку? От заклеенных парт постоянно марается одежда. Каждый день стираемся. Ребенок вечно в царапинах ходит. Спортзалом и классами проблема не ограничивается. В туалетах местами не работает слив. Некоторые двери насквозь продырявлены. А построенная в 50-е школа выглядит так, будто ее попытались сохранить в первозданном виде. В маленьком актовом зале могут разместиться не больше двух классов. А мест, на которые они могли бы сесть, честно говоря, и того меньше. Ведь многие стулья сломаны. То же самое относится и к местному окну, ручка которого бесхозно лежит на подоконнике. А помимо прочего, это помещение еще и предназначено для занятий настольным теннисом. Здесь же и проводятся различные торжественные мероприятия. И отмечаются радостные события в жизни учеников. Однако тесное, мрачное и старое помещение способно отбить любую атмосферу торжества. В администрации школы заявили, что отправили соответствующий запрос, но результата пока нет. Часть школы была построена в 1956 году. Другая часть – в 2002. Да, много нужно обновить и отремонтировать. Мы обратились с запросом на капитальный ремонт, но пока не ясно, когда его проведут. В 2021 году выделяли парты для четырех кабинетов. Сейчас по поступившим запросам готовим соответствующие акты. После этого будет подана бюджетная заявка. Пока в управлении образования готовят бумаги, детям придется мириться с такими условиями обучения. А некоторые родители уже подумывают возить детей в соседние села, лишь бы получить качественное образование. А вот жители Атырау волнуют немного иные насущные проблемы. Там бродячие собаки держат в страхе все население. Люди говорят, что в городе увеличилось число бездомных животных, которые стали чаще нападать на горожан. Местные уже боятся выходить из домов. При этом для отлова и стерилизации собак чиновники выделили немалые средства. Аида Иманали разбиралась в ситуации. Две недели назад на Динару Орентай напала бездомная собака. С тех пор женщина боится выходить на улицу. По ее словам, бродячих собак в городе с каждым днем становится все больше. Пострадавшие считают, что несмотря на баснословные средства, выделяемые на отлов и стерилизацию четвероногих, ситуация не меняется. Меня покусала собака. Это же ужас. Мы никак не можем спокойно прогуляться по городу. На улице полно бродячих собак. Причем гуляют они группами. Нужно принимать все необходимые меры. Ведь если животное покусает ребенка, это же очень опасно. Проблема с бродячими собаками в числе насущных у жителей нефтяного региона. В феврале прошлого года восьмилетний ребенок поступил в отделение реанимации после нападения бездомного животного. Общественные активисты бьют тревогу и просят принять срочные меры. Сколько детей пострадало от бродячих собак? Необходимо принимать срочные меры, я считаю, потому что нет никакой пользы от выделяемых средств. Я не вижу никакого результата. Нужны изменения в законе. Если в прошлом году из бюджета выделили 59 миллионов цинге, то в этом сумма увеличилась в 6 раз. То есть на отлов и стерилизацию четвероногих планируют потратить 372 миллиона цинге. Раньше разрешалось массово отстреливать бродячих собак и кошек. Сейчас это делать запрещено. После отлова ветеринары будут стерилизовать животных и проводить чипирование. В среднем сумма затрат на одну собаку составит 22 тысячи тинге, говорят специалисты. В этом году было отловлено более 11 тысяч собак. Из них больше тысячи по области прошли стерилизацию, кастрацию и были выпущены обратно на волю. Остальных бездомных животных пришлось усыпить из-за очень агрессивного поведения. Активистка Венера Монасова категорически против отстрела животных. На протяжении нескольких лет девушка занимается защитой бездомных четвероногих. Сейчас в ее приюте содержится около 100 собак. Активистка рассказывает, что в среднем на уходе питания тратит до полмиллиона цинге в месяц. Сейчас она активно занимается приобретением вольеров для собак. Сейчас у нас идет стройка вольеров в новом приюте на трассе Атрау Астрахани. 17 вольеров будет сделано, размер 2 на 3. Каждый вольер будет по 2 собаки. Итого 34 собаки будут уже в оборудованных клетках сидеть. Впрочем, чиновники заверили, что затрачивать выделенные средства будут эффективно. А неосвоенные деньги вернут местный бюджет. Бухгалтера «Казахтелеком» обвиняют в хищении более 600 миллионов тенге. В прокуратуре Алматы сообщили, что уже завершили расследование по данному факту. Как заявили в надзорном органе, сотрудница компании на протяжении 7 лет необоснованно перечисляла деньги на различные счета. Отмечается, что громкое дело будут рассматривать в Алмалинском районном суде. Уголовное дело по факту хищения бухгалтером филиалов «Казахтелеком» денежных средств в особо крупном размере направлено в Алмалинский районный суд города Алматы. Бухгалтер филиала обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 643 миллионов тенге путем необоснованных перечислений. В нескольких казахстанских регионах отопительный сезон под угрозой срыва. К предстоящим холодам не готовы сразу несколько ТЭЦ. Ремонтные работы не успевают завершить в срок. С проблемами могут столкнуться в Мангистаусской и Карагандинской областях. В ряде регионов также не отремонтированы теплосети. Вопрос подготовки к холодам обсуждали сегодня в правительстве. Даля Насипова передает. Отопительный сезон, который из-за изношенных теплосетей и аварийных ТЭЦ каждым годом казахстанцы ждут с опаской, может пойти не по плану и в этом году. Минэнерго сообщает, что на ряде объектов работы не успевают закончить к запланированным датам. По словам чиновников, причин несколько. Где-то подводят подрядчики, а где-то не успевают поставить материалы. До сих пор не отремонтированы теплосети, несмотря на то, что с республиканского бюджета выделили почти 110 миллиардов тенге. Отреконструировать должны были 133 километра тепловых сетей. Из них готовы только 103. Для тех, кто топит углем, хороших новостей тоже мало. На его вывоз по автодорогам в очередной раз ввели запрет. Могут и вовсе закрыть экспорт. Все из-за нехватки твердого топлива. Мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля для того, чтобы наш уголь, на который установлены социальные цены, не выходил на экспорт по экспортным ценам. Сейчас для коммунально-бытовых нужд граждан отгружено чуть больше 2,5 миллионов тонн угля. Цифра не покрывает и 30% потребности населения. Даля Насипова, Дениар Умар, Достан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. Отмена транспортного налога не связана с ростом акцизов на бензин. Об этом сообщил министр нацэкономики Алибек Куантыров. Повышение обусловлено необходимостью подтягивать стоимость ЦНГСМ до соседей по Евразийскому экономическому союзу, отметил министр. Он пояснил, что предложение об отказе от налога на автомобили поступило от граждан, которые имеют машины, но не используют их. Поэтому этот вопрос сейчас на стадии обсуждения. Тем временем акциз на горючее должен вырасти на 14 тенге. Мы не планируем повышать акциз для того, чтобы убить транспортный налог или наоборот. Просто акциз, он так и так будет повышаться. Вот жанра заместитель Селезиарна сидит. Для того, чтобы выравнивать рынки на ГСМ с другими странами ЕАЭС. Например, с приграничной России и Кыргызстан, у них процентов на 40-50% выше стоимость бензина и другого ГСМ и физически вывозится. И у нас нехватка, соответственно. Поэтому идет постепенное сближение, гармонизация данных рынков. Вы смотрите новости. Далее выпуски. Развитие финансового сектора и IT-отрасли. Какие важные соглашения подписаны в ходе рабочего визита Касымжумар Татукаева в США? Средняя урожайность зерна в Казахстане ниже прошлогодних показателей. Скажется ли это на дефиците продуктов зерновых и какую помощь окажут пострадавшим фермерам? Мастеркард выбрал Алматы в качестве регионального хаба в странах СНГ, Центральной и Восточной Европе. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев в рамках своей рабочей поездки в Нью-Йорк встретился с руководством компании. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса. О том, какие еще важные соглашения подписаны на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в материале Миры Альжановой. Рабочая поездка Касымжумар Тукаева в Соединенные Штаты Америки выдалась продуктивной. За эти два дня визита в Нью-Йорк глава государства провел ряд переговоров с лидерами различных стран. Достигнуто соглашение в области повышения квалификации казахстанских врачей, увеличения лекарств отечественного производства и развития облачных технологий. Уступая на саммите ООН, казахстанский лидер отметил важность совместных действий для достижения общего устойчивого будущего. Требуется укрепить принцип «Единая ООН» на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане регионального хаба «ПОЦУР» для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе. Глава государства поддержала решение «Мастеркард» выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Отныне в нашей стране один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий будет развивать бизнес в банковской сфере для всего Центрально-Азиатского региона. Мы через платформу «Мастеркарда» будем продвигать казахстанские IT-решения и цифровизацию всей страны. Наш опыт цифровизации высоко оценил «Мастеркард» и хочет продвигать по всему миру наши IT-продукты. Это очень положительно скажется на продвижении IT-экспорта нашей страны. Более 60 миллионов долларов инвестиций будут привлечены в систему здравоохранения. В Казахстане планируют создать централизованный национальный цифровой архив клинических изображений. Эта мера, в свою очередь, позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг. Мира Альжанова, Достань Тимур Бекула, телеканал «Аматы», Астана. Развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем оказывает положительное экономическое влияние не только на Центрально-Азиатский регион, но и на страны Европы. Ярким свидетельством тому служит первая совместная инициатива «Один пояс, один путь», которая в этом году исполнилась 10 лет. О масштабных деловых проектах Казахстанско-Китайского партнерства подробнее расскажет наш корреспондент Диас Мохамбетов. Это город Суджоу. В мегаполисе с населением больше 10 миллионов человек налажено производство туристических и городских автобусов. Ежегодно с конвейера предприятие сходит 25 тысяч единиц больших, средних и лёгких автобусов. Продукция компании продаётся в 130 странах мира, в их числе и Казахстан. С Казахстаном наша компания сотрудничает с 2007 года. За эти годы мы продали более 800 автобусов казахстанским клиентам. Мы выпускаем туристические автобусы и общественный транспорт для передвижения по городу. Сейчас производим 18-метровые автобусы, которые ещё именуются гармошкой. Часть из них в следующем году будут колесить по дорогам Астаны. А это город Ляньунган. Более 80% импортируемых из КНР в нашу страну товаров распределяются здесь. Казахстанско-китайский логистический терминал был открыт в 2014 году. За без малого 10 лет он наладил взаимосвязь морских и речных магистралей, глубоководных портов, международных поездов и не только. На сегодня открыто 6 транспортных каналов через страны Центральной Азии, Европу, Россию и другие страны и регионы, охватывающих больше 100 международных грузовых станций. Казахстанско-китайский транспортно-логистический терминал является первым проектом, который был реализован в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В день в страны Центральной Азии отсюда отправляется два состава, обратно в среднем один эшелон. Основной поток экспортных грузов составляют электрооборудование, компоненты и автомобильная и электронная техника. Из Центральной Азии в Китай перевозятся преимущественно пшеница, свинцовые и железные сплавы и удобрения. Отечественные железные дороги намерены расширять сотрудничество с Ляньюнганом и ожидается, что в будущем Казахстан будет экспортировать уголь. К примеру, услуги комбинированных грузовых перевозок и режим нулевого ожидания, то есть прямой прием судна, значительно сократили ожидания и транспортные расходы предприятий, а транзитное время через порт Ляньюнган сократилось с четырех дней до менее чем одного дня. Общая площадь казахстанско-китайского транспортно-логистического терминала составляет 220 тысяч квадратных метров. С начала года сюда из стран Центральной Азии и России прибыло около 8 тысяч контейнеров. В обратном направлении отправилось около 15 тысяч. Еще одним символом успешного сотрудничества между Китаем, Казахстаном и странами Центральной Азии стал Международный логистический парк ШОС. Основные функции парка – превращение в торговый и логистический распределительный хаб Центральной Азии и Тихоокеанского региона и создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль инициативы «Один пояс, один путь». Диас Махамбетов, Митец Саматулы, телеканал Алматы, специально из провинции Цзяньцу, Китай. Средняя урожайность зерна в Казахстане ниже прошлогодних показателей. Сегодня на брифинге в СЦК глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров сообщил, что сейчас убрано почти 7 миллионов гектаров площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Это всего 40% от плана. При этом пострадавшим фермерам окажут помощь. Чтобы минимизировать последствия проливных дождей, аграриям выделят дизельное топливо для сушки зерна. С 18 сентября в специальной информационной системе уже начали прием заявок. Пользуюсь случаем, хочу обратиться к фермерам, занимающимся разведением скота фуражного зерна. В этом году будет предостаточно. Цену на нее прогнозируем адекватную. Так что не нужно поддаваться паническим настроениям и пускать скот под нож. План по заготовке кормов регионами выполняется. Тем областям, кому не будет хватать кормов, они ими будут обеспечены путем переброски из других регионов. По словам министра, экспортный потенциал зерна немного снизится, но традиционные рынки сохранятся. При этом он подчеркнул, что казахстанцев обеспечат мукой, хлебом и макаронами в полном объеме. Тут хочу напомнить, что СИЗО мы начали с большим объемом переходящего зерна урожая прошлого года. При этом указанный урожай отличается высокими качественными показателями. Обеспеченность внутреннего рынка сохранится не только по пшенице, но и по подсолнечнику, картофелю, овощам, рису и другим социально значимым продуктам. Городские власти решили проблему инвалида первой группы, дом которого затапливал из-за дождей. Нетрудоспособный житель несколько лет был вынужден сам бороться с последствиями непогоды. О многолетней проблеме сообщил опекун мужчины во время встречи Акима Ербулата Дусаева с жителями Медеусского района. Эта вода вся попадала к нему домой, его затапливало баню, ход с постройки, чуть ли полностью дом затапливало. Вовремя речку проложили, проложили трубы, проложили лотки. К строительству рычной сети приступили в марте после поручения Акима города. Работу завершили в срок. К слову, такая работа планируется еще на 26 улицах Медеусского района. До конца года здесь планируют установить 23 километра орычных сетей. Всего же этой весной в городе выявили 102 потенциальных участков, в которых есть риск подтопления. Сейчас ведутся работы по их ликвидации. Сегодня мы завершили ремонтные работы. После прокладки орычных сетей все проверили. Проблем с затоплением этого дома не будет. Человек труда должен пользоваться особым почетом в Казахстане. Об этом не раз в своих выступлениях говорил президент. Один из ярких тому примеров – ветеран труда и мастер обвалки алматинского предприятия Жанна Бояреева. Четверть века она верна своей профессии и обучает молодежь секретам своего ремесла. Женщина уверена – успех любой работы кроется в трудолюбии. О ее трудовых буднях материал Амины Усеновой. Алматинка Жанна Бояреева – мастер обвалки и жиловки в мясоперерабатывающем заводе. Окончила городской технологический университет. Благодаря своему упорному труду поднялась от обычного рядового до руководителя цеха. Женщина вспоминает, что когда-то в этом цеху трудились всего 8 человек. Сегодня же под одним ее руководством работает 15 специалистов. Трудовой день женщины начинается с сортировки мяса и расфасовки ее по сортам. По словам мастеров, первое время проходилось работать вручную. Но сейчас таких трудностей нет. Предприятие полностью оборудовано новой техникой. Производится свыше 100 наименований продукции. Конечно, сравнивать – это очень даже разница большая. Сейчас у нас уже свой большой конвейер. Все пропускаем через компьютер, все делим по сортам. Отвечаем все за качество, за все, чтобы у нас была колбаса качественная. Жанна Бояреева не только мастер своего дела, но еще и счастливая бабушка 10 внуков. По ее словам, старшая дочь пошла по ее стопам и тоже работает в этом цехе. Секрет успеха профессионала – трудолюбие, постоянство, уверенность и качественное выполнение работы. Сейчас мастер ждет свой заслуженный отдых. Но даже будучи на пенсии, планирует продолжить работу. Казахстанский борец вольного стиля одержал историческую победу на чемпионате мира в Сербии. Резабек Айтмухан, выступающий в весе до 92 килограммов, вырвал победу у азербайджанского атлета Османа Нурмагомедова с итоговым счетом 5-2. Это первая золотая медаль в истории казахстанской сборной по вольной борьбе на чемпионатах мира. До этого дня отечественными борцами было завоевано 5 серебряных и 12 бронзовых наград мирового первенства. Большое спасибо всем, кто болел за меня. Это результат 9-летней тренировки. Сейчас я перехожу на новый вес до 97 килограммов. Состязания в этой категории входят в олимпийскую программу. Моя цель – завоевать золото на Олимпийских играх. На сегодня в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе две медали. Ранее Азамад Олитбеков, выступающий в весе до 86 килограммов, вместе с бронзовой медалью завоевал путевку на Олимпиаду. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире.